всем привет меня зовут виктория сегодня мы будем готовить торт цифра или как его еще называют number cake торт у меня будет на медовых коржах для приготовления коржей мне понадобилось 100 грамм сливочного масла примерно 400 450 грамм муки 150 грамм сахара 2 яйца 1 чайная ложка соды пол чайной ложки соли и три столовые ложки меда подготавливаю две емкости для того чтобы сделать водяную баню одну емкость ставлю на огонь в чашу убиваю 2 яйца яйцам добавляю щепотку соли и 150 грамм сахара добавляю 3 столовые ложки меда можно добавить две столовые ложки меда я пробовала уже добавлять и две столовые ложки меда и 3 смотрите по вашему усмотрению на тесто получается довольно таки липковатая если вы готовите первый раз то может быть лучше добавить 2 столовые ложки меда И добавляю сливочное масло. Массу отправляю на водяную баню. Вода у меня уже начинает закипать. Емкость не должна дотрагиваться до воды. И непрерывно помешиваю венчиком. Нам нужно довести массу до полного растворения, чтобы сахар и мед хорошо-хорошо растворились. Затем добавляю в массу 1 чайную ложку соды и хорошо перемешиваю венчиком. Масса должна побелеть. Вот хорошо видно, реакция произошла. И оставляю ее до полного остывания. Затем просеиваю муку. Для замешивания этого теста я рекомендую муку просеять. И добавляю примерно половину муки, 200 грамм, в замешанную массу. Хорошо перемешиваю венчиком до однородности. Очень важно добавлять муку именно в остывшую массу. Иначе масса впитает в себя намного больше муки и тесто получится забитым. Затем высыпаю вторую часть муки, 200 грамм, и выливаю в нее тесто. И начинаю замешивать тесто. И вот таким образом, не переживайте, тесто будет сначала липкое, ничего страшного. Можно это делать в перчатках, можно это делать лопаткой. Или даже в емкости. И потом собираю тесто в комок. И лопаткой перекладываю его на подготовленную заранее пищевую пленку. Можно переложить в пакетик. Хорошо заворачиваю тесто в пищевую пленку и убираю в холодильник минимум на 2 часа. А лучше убрать тесто на ночь. Таким образом, с ним будет потом легче работать. У меня получилось тесто незабитое. Я в него добавила 400 грамм муки в общей сложности. Затем беру трафарет и вырезаю нужную мне цифру. Также это может быть буквы. Это уже на ваше усмотрение. Можно сделать любую цифру, любую букву по такому же принципу. Приготовлю крем. Для этого мне понадобится 500 грамм маскарпоне, 200 мл сливок, 100 грамм сахарной пудры и экстракт ванили. В емкость выливаю сливки, выкладываю сливочный сыр. Также можно воспользоваться любым сливочным сыром типа Филадельфия. Добавляю немного экстракта ванили. Сначала хорошо перемешиваю ложкой, а затем взбиваю миксером до загустения. Сливки и сливочный сыр должны быть очень-очень холодными. А пока я взбиваю, не забудьте подписаться на мой канал. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые интересные видео. Крем взбит. Я его перекладываю в кондитерский мешок. Если у вас нет кондитерского мешка, то можно приложить в пакетик, срезать кончик у пакетика и таким образом тоже украсить торт. Крем убираю в холодильник. Достаю из холодильника остывшее тесто. Посмотрите, какое оно получается. Припыляю стол мукой. Разделяю тесто на 4 части. Я делаю цифру 14. Мне понадобится 2 единички и 2 четверочки. Затем выкладываю 1 пласт теста на пергаментную бумагу. Немного разминаю его руками. Сверху накладываю пищевую пленку и раскатываю. Толщина коржа должна быть 3-4 миллиметра. Коржи получаются очень-очень тоненькие. При выпечке они немного поднимутся. Тесто немножечко прилипает. Но муку... Больше не добавляйте муку, иначе тесто получится забитым. Затем вот таким образом с помощью ножа прикладываем трафарет и вырезаем нужную нам цифру. Убираем лишнее тесто. Тесто немножко прилипает, но это ничего страшного. Можно вот таким образом немножко помогать ножом. Затем берем следующий пласт теста, раскатываем его и то же самое делаем с другими цифрами. Из обрезков теста я сделала сердечки, которыми я буду украшать в последующем тортик. Затем я накалываю вилкой тесто, чтобы оно при выпечке не пузырилось. Отправляю его в заранее разогретую до 180 градусов духовку на 6-10 минут. Выпекаются такие коржи очень-очень быстро. Выпекаем их до золотистой корочки. Коржи должны получиться немного эластичными, не слишком твердыми. Но мягкими тоже они в то же время не должны быть. Выпекаем, если это, например, цифра 14, то 2 единички и 2 четверочки. 2 коржа на каждую цифру. Также я подготовила украшения. У меня это клубника, конфеты и сердечки, приготовленные из обрезков теста. Ссылку на сайт, где можно распечатать цифры для такого торта, я вам оставлю в описании под видео. Так же, как и точное количество ингредиентов. Затем я достаю из холодильника заранее подготовленный крем. Выкладываю коржи на подложку. Это очень важный момент. Сразу приложите коржи на подложку. И начинаю отсаживать капельками примерно одинакового размера крем. Сверху выкладываю фрукты. У меня это клубника. Затем сверху накладываю следующие коржи. И то же самое проделываю со следующими коржами. Старайтесь, чтобы капельки были примерно одинакового размера. Так будет смотреться намного красивее. Украшать такой торт можно мармеладом, любыми фруктами, любыми ягодами, цветами, безе, зефиром, шоколадом, конфетами. Украшайте по своему вкусу. Я рекомендую наполнять этот торт кремом непосредственно перед подачей или за 2 часа до его подачи. Потому что коржи пропитываются очень быстро и становятся очень быстро влажными. Когда вы будете нарезать торт на кусочки, берите очень острый нож и при каждом разрезе протирайте его салфеткой. А я закончила украшать свой тортик. Тортик получается очень вкусный. Сочетание медовых коржей с кремом, чиз и клубникой это просто воплощение вкуса. Очень рекомендую вам попробовать приготовить такой торт. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите мне свои комментарии. А я всем желаю приятного аппетита, прекрасного настроения. Пробуйте, экспериментируйте, балуйте себя и своих близких. С вами была Виктория. Спасибо, что были со мной. Всем пока-пока!